Здравствуйте, меня зовут Соня Дружьянс, я работаю в учебно-научном центре биоинформатики, ИПРАН, и то, что мы с вами сегодня будем обсуждать, это такой достаточно большой раздел анализа статоксикминирования метагеном. Значит, о чём речь? На всех случаях напоминаю. Значит, существует следующая проблема. Значит, бактерии или археи никогда вообще не живут в природе в виде чистых культур. Обычно живут в виде сообщества. И мы хотим знать, как это сообщество устраивает. Вот, поэтому, значит, есть такой термин микробиом, который это просто совокупность всех микроорганизмов, которые живут в данной экологической жизни. И вот если у нас есть какое-то такое сообщество, которое мы хотим изучить, мы берём его кусочек, выделяем тотальную ДНК, и в спинина мы вот тотальная ДНК из сообщества это метабиом. Зачем это нужно? Во-первых, потому что не все бактерии культивируются. По таким пессимистичным оценкам культивируют, на данный момент культивируют там максимум 10% бактерий. Соответственно, про остальные 90, в общем, мы ничего не знаем. И поэтому, раз мы их можем культивировать, то мы их можем изучить. И поэтому метагеномы этому помогают. Во-вторых, мы ничего не знаем про состав сообщества. А это тоже очень интересно. Понятно, что это такая важная с экологической точки зрения вещь. Ну и понимая, как между собой взаимодействует организм, мы, в общем, много чего можем сказать про разные процессы. В том числе возникновение разных болезней. И, соответственно, отдельно можно так и не смотреть эволюционные штуки. Это распространение каких-то последовательностей внутри сообщества. Но это тоже такая экология сообществ. Мы можем смотреть, например, как вирусы распространяются в сообществах. Или, например, пытаться искать какие-то новые гены устойчивости, которые есть только в сообществах. Ну, например, это достаточно популярная сейчас тема, поскольку есть проблемы с антибиотиками, то люди просто делают натальные метагеномы почвенных образцов и пытаются оттуда выделить гену устойчивости и новые антибиотики, чтобы понять, как бороться с нехваткой антибиотиков на фанатистическом рынке. Ну, хорошо, значит, о чем мы можем сегодня говорить? Во-первых, о том, какие типы образцов бывают, то есть, что можно выделить из сообщества. Потом, как нужно их готовить и немножко поговорим о том, как нужно их собирать и собирать их вообще. Ну и потом, значит, а следующая часть – это хорошо, у вас есть какие-то последовательности, вы их уже получили, и дальше что с ними делать? То есть последовательности сами по себе ни о чем не говорят. Вы хотите узнать, какой там геномический состав, понять, какие функции выполняет микроорганизм в этом сообществе? И, собственно говоря, мы это обсудим, и немножко обсудим, как сравнивать между собой разные образцы. Ну, и потом электро-технические вещи, которые просто вам могут пригодиться, если вы когда-нибудь будете с этим работать, это какие существуют готовые решения для анализа, которые мы могли бы воспользоваться, если кажется, что у вас есть метагеном, вы хотите его проанноизировать. И где лежат данные, которые люди уже выручили? То есть, потому что многие данные не нужны в публичном доступе, вы можете их сходить. Значит, начнем сначала. Как устроен эксперимент в целом? Значит, обычно у вас это сообщество, которое вы хотите изучать, на первой стадии вы выбираете это сообщество и берете из него образцы. Это может быть все, что угодно. Например, в Корее очень популярно изучают метагеном кимучи. Это может быть какие-то седимерные морские. Это может быть микрофлора кишечника, биопсии. В ходе эксперимента выделяют тотальную ДНК и, соответственно, готовят библиотеку, и эксценируют. А дальше этими библиотеками я работаю по информатике. И, в общем, как бы экспериментальными, и часто эта информатическая часть, вы понимаете, как магия. Что, на самом деле, в некоторых случаях так и есть, потому что, в отличие от многих других областей, связанных с анализом данного сценирования, метагеномика такая самая неустоятельность. То есть, там не для всех задач есть общепринятые алгоритмы действия. Ну, и вы получаете какие-то картинки, рассказывающие о том, как сообщество стоит. Ну, хорошо. Значит, начнем с образцов. Какие бывают образцы? Один из самых популярных метков, которые, собственно говоря, первые придумали и им активно пользовались, потому что он достаточно дешевый. Получается, для него не нужно очень сильно, очень глубоко секвенировать образец. Это подход с ампликоном. То есть, это значит, что вы выделяете тотальную ДНК, а дальше из нее амплифицируете только участки, соответствующие интересующим вам фрагментам. Обычно речь идет про гены 16С-регасомальная РНК. Значит, какие преимущества такого подхода? Если вы хотите узнать, из чего самообщество состоит, то есть, какие организмы там живут, то вам, в принципе, выдвинет только 16С-регасомальная РНК достаточно. Потому что это все скажет вам фрагмент. Если... Но если вы хотите узнать о функциях, то, соответственно, вы этого сделать не можете. Если... Значит, у вас, например, очень короткие риды, то есть технологии, которые вы использовали, это очень короткие риды. То понятно, что это создаст проблему. Потому что ДНР-регасомальная РНК будет, наверное, тысячу нуклеотинов. И если вы пытаетесь собрать такие короткие риды в регасомальной РНК, поскольку, как известно, риды в регасомальной РНК в разных бактериях сильно похожи, то сборка приведет к образованию большого количества химии. Что, конечно, плохо. Потому что это скажется на том, как потом прикидывается. Значит, на практике обычно не используют целиком всю молекулу риды в регасомальной РНК для анализа, а используют только ее части. Значит, один... Значит, тут вот прогрессованный картинок. Значит, вот эта риды в регасомальной РНК в разных цитаментах здесь отмечены разные варианты участки. Их там определили на основе многолетнего анализа, просто ее разделили формально на первой качественной части. Вот как практически показывают, что лучше всего метагенобные образцы, такие амплекодные, анализировать, если, например, вы берете участок с первого по третий или с третьего по пятый. Это такой достаточно принятый жанр. Во-первых, за счет этого получается шелузки у вас сильно короче, поэтому, в принципе, риды, которые вы получите, вы можете не собирать этого. А во-вторых, просто получается более однозначный анализ. Значит, еще одно ограничение, что если вы берете реписомальную РНК, к сожалению, она не всегда бывает в одной копии. Например, в каждой бактерии, в любой бактерии, может быть от 1 до 15 генов реписомальной РНК. Соответственно, если вы потом хотите определить количество микроорганизмов в образце, то понятно, что если вы не знаете, сколько в данном геноме было ген реписомальной РНК, то результат у вас возникает. Значит, хорошо. Следующий тип образцов – это тотальная ДНК. Он сейчас вам широко распространен, потому что стал дешево сфинировать. Чем он хорош, это понятно. Вы можете, помимо того, что узнать все о такциональной РНК, вы можете очень много чего узнать про функции. Это, конечно, очень круто. Проблема в том, что это дороже, потому что вам нужно больше ридов. И, опять-таки, если вы будете забирать, например, в вашем, ну, по образце, который вы анализируете, очень много бескоростных видов, то понятно, что при сборке у вас тоже с какой-то вероятностью могут образовывать химия. Но меньше, чем если вы анализируете облигон. Ну, еще, соответственно, минус, что, поскольку, если у вас большое сообщество, то вам нужно очень много ридов, а очень много ридов – это большие времена вычислений. То есть просто вы потратите много компьютерного времени для анализа таких данных. Есть еще третий метод, который не очень широко распространен, но для некоторых конкретных задач можно не применять. Это тотальный трансплент. Если, например, вы хорошо знаете состав сообщества, вы знаете про многие организмы, которые там живут, то есть вам известен генный репертуар, но вы хотите узнать еще, какие из этих генов реально работают в данной ситуации, то вы можете выбрать тотальную ротка роботами и попытаться ее, соответственно, отмапировать под геномы. Ну, плюс очевидный, что вы можете узнать, какие гены реально работают, минусы, что он будет секвенировать, на самом деле, еще глубже, чем тотальный метод геном. А мы вообще для чего-нибудь сейчас знаем? Ну, на самом деле, мы для, например, для кишечных метод геномов мы знаем достаточно много, мы знаем очень много организмов, поэтому, в принципе, если есть какая-то задача конкретная связанная с экспрессивным метод геном, то можно сделать тотальный трансплентом, если хочешь изучить, например, что-то из самых представленных бактерий. И, конечно, в принципе, это будет достаточно репрессивно. А как выкинуть у бактерий там репрессовальный рНК, кто-то там явно не составит большинство в транскриптовике? Ну, значит, есть, на самом деле, это такая же проблема, но это роботаки, как это делается в остальных ситуациях, в остальных задачах транскриптовики. Есть методы, на самом деле, вычищения репрессовального рНК, они достигаются, я так понимаю, подбором параметров. Сейчас, какие-нибудь вам говорят? Это просто это, когда готовят библиотеки, специальные, типа, репрессивные, которые просто уставили, вы перепрессованные. Ну, да. Это просто приготовление библиотеки. Да, то есть это приготовление библиотеки. Это решайте приготовление библиотеки. Правда, просто не будем делать. Хорошо. Так, дальше. Ну, окей, вы выделили библиотек. Решили, каким методом вы будете выделывать. Что значит вам еще помнить? Что вообще, на самом деле, анализ бактериальных сообществ, про которые вы там заранее, мало чего знаете, это очень шумный метод. Потому что, понимаете, что бактерий много везде. Поэтому, например, если вы хотите изучить какое-то экзотическое сообщество, вы даже делаете несколько репли, но на самом деле, в какой-то вероятности, вы просто в лаборатории можете завести достаточно много бактерий из них. Особенность, это особенно принципиально для исследований, когда вы будете изучать редкие виды в сообществах, то на самом деле эти редкие виды могут оказаться виды из вашей лаборатории. Поэтому, одной из случаев, в больших методогеномных проектах часто используют такой подход, что образцы похожие, значит, выделяются в миру и в разных лабораториях просто, чтобы, ну понятно, попытаться исключить вот этот вот занос. Значит, другое же важное, поскольку данные шумные, здесь то же самое, что с институтомикой, что нужно сделать репли. Потому что, понятно, что, во-первых, нельзя взять этот же образец, ну просто, если вы берете кусочек от сообщества, то не факт, что вы обязательно достанете самый-запорепрезентативный кусок. Поэтому, по-хорошему, конечно, нужно делать повторы, и это правильно, ну хотя бы два. Лучше, три или больше, да? Ну, это зависит от задачи. Значит, следующая штука, что чем образнообразие в сообществах, тем больше видов вам будет. И, например, для задачи, когда вы хотите изучить основные виды в сообществе, то, соответственно, вам нужно меньше три. Если хотите изучать редкие виды, то вам, соответственно, будет степенировать очевидный вид. Значит, так, ну и понятно, что, когда вы выбираете, сколько видов вам нужно прочитать от этой библиотеки, вам хорошо бы что-нибудь дать о составе сообщества, особенно если вы собираетесь делать на данный момент, чтобы просто оценить, что сколько брать. Значит, на самом деле, однозначный ответ на то, сколько брать, не существует. Есть там некоторые представления, что хорошо, если мы хотим изучать там какие-то частые виды, то давайте возьмем там, не знаю. 200 миллионов ридов для какого-нибудь не очень безнабородного сообщества, и будет хорошо. Значит, есть некоторые оценки, которые не всегда можно принимать на практике, но, значит, сделаны следующую вещь. Взяли образец природный там с какого-то озера, не знаю, без болей, такой. И к нему примешали известный геном бактерий. И дальше все вместе выделяются пенилы. Ну, то есть, заранее было известно, что в образце, который взяли из озера, точно нет бактерий, похожих на ту, которую мы добавили. У нас получился такой химерный там спирток. Значит, дальше из него попытались собрать правильный геном исходной бактерии, ну или большую его часть. И, соответственно, в зависимости от него, то есть, понятно, можно идти, там, если сиквенировать какое-то покрытие, значит, там много ридов взять, можно брать часть ридов, посмотреть, как хорошо геном исходный воспроизводится. И было показано, что если покрытие для интересующего нас генома порядка двадцати в метагеномной смеси, то геном справится хорошо. Вот как это было. На самом деле, понятно, что там, простая задача, в общем, если мы не хотим собрать большую часть генома из образца, то, в общем, 10 граммов вам нельзя достаточно. Хорошо, как сиквенировать? На самом деле, вам про это рассказывали у вашего качёва про то, какие технологии выбирать, но я просто напомню тех случаев, что тут важно, что нужно использовать, поскольку данные опять-таки очень шумные, то нужно использовать такие технологии, которые дают наибельшее количество ваших. но, соответственно, в случае с самой широкорской стороне он для этой иллюмина. И, ну, она предпочтительно сейчас. Значит, если на самом деле вы будете работать с фантазарами, афрастами, то многие из них делали при помощи технологии, которую сейчас уже нигде не найдешь, 454. и ее преимущество для этих задач было в том, что там на своем закате в ходе технологии можно было делать длинный, и поэтому для ампликонов это было идеально, потому что вот тот кусок, который вас интересовал, вы хотели прочитать, можно было прочитать за длинный. Но вот это должно было делать это аккуратно, потому что 454 дает большое количество ошибок на последовательность из одинаковых. Ну, просто неправильную качество считать. Ну, соответственно, можно, если, в принципе, можно использовать всякие новые технологии, которые дают более длинный качественный набор. Ну, на самом деле, я нигде на практике работы, которые вы это делали, но это может помочь, если вы хотите собрать целый геном. Потому что может быть много ошибок, но зато вы сможете понять, как куски между собой соотносят. Ну, может, это помочь. Хорошо. Значит, что вам? Опять-таки, эта вещь, которую уже вам рассказывала это у Серега Нового. что, опять-таки, шума много. Это, собственно, медгеном. Если вы собираете, например, как-то анализируете, то есть, собираете, например, явно сладнее, чем геном, просто потому, что у вас больше внутри организма то, соответственно, нужно очень жестко относиться к тому, как обрезать по качеству. Вот вы там работали в процессе программы термоматик. И поэтому, в принципе, вы понимаете, как это делать. То есть, в общем, нужно стараться выбирать разумные, наиболее жесткие пары. Значит, другая вещь, что обычно в образцах, которые вы анализируете, будет какой-то процент человеческого загрязнения. И, в общем, хорошо бы его фильтровать. То есть, это правда, для всех образцов, которые вы будете анализировать, это вам человеческий, и вот что что, человеческие виды точно не нужны. Есть ряд программ, которые вы можете сделать. Можно это сделать ключевым, и вот можно воспользоваться программой биопталии. Значит, если сообщество, которое вы анализируете, оно действительно связано с каким-то эукариотическим организмом, например, бактерии, ассоциированные с корнями риса, что ли, то понятно, что у вас будет загрязнение риса, и от него тоже хорошо избавляться. Соответственно, это можно сделать методом, который вам уже рассказывали. можно взять тотально все риды, вырвать методом риса, и дальше эти риды просто не произведут. Те, кто это. Соответственно, если вы работаете с полным методоменом, микроскопы проверяли, потому что у вас было не очень много артефактов ПЦР. То есть, что какие-то риды не перепредставлены, просто потому что ПЦР прошел неправильно, можно попробовать сделать дупликацию для полных методоменомов. Но на самом деле люди обещают это. Так. Что дальше? Значит, важный вопрос. Нужно собирать, поставить, которые у вас есть, или нет. Значит, если у вас ампликоны, то и вы знаете, что ваше сообщество состоит из очень близкоросленных организмов, а риды у вас короткие, собирать может быть не стоит. Особенно, если вы знаете достаточно много о составе, то значит, вы достаточно много знаете о геномах, тех организмов, которые там живут, и поэтому вы можете просто попробовать отмокировать риды на гены 16-17. если речь не про полных методоменомы, то их очень часто собирают, особенно для каких-то, не знаю, морских образцов и так далее, для каких-то сообществ, которые мы малочку знаем. Значит, там тоже могут возникать проблемы, потому что, если вы воспользуетесь к ним стандартным сборщиком, то он не обращает никакого внимания на разность покрытия разных участков. А в принципе, вы ожидаете следующую ситуацию, что у вас есть, например, широко представленные в сообществе виды, и виды, которые встречаются редко. И в принципе, соответственно, виды с одинаковой представленностью вы должны собирать в подние кончики, а виды с меньшей представленностью в другие, потому что вы собираете разные организмы. Значит, да, сборка может приводить к образованию. Почему нет? А мы можем делить на разные виды по покрытию? То есть использовать как критерий того, что это разные виды уровень покрытия? Ну, значит, я чуть-чуть попозже про это расскажу. В принципе, такой подход используется, но как бы, он только можно использовать только в сочетании с другими. Но в том числе для сборки лучше использовать метагеновые сборщики, потому что они как раз учитывают вот это отличие в покрытии. Стараются собирать религи с одинаковой представленностью в континге. Значит, на самом деле, как ни странно, неплохие результаты дают спейс, который, наоборот, должен как раз в принципе покрытие игнорировать. Но да, по результатам в принципе получается неплохо с и очень большим качеством химера. На самом деле на практике нужно искнуть обычно. люди используют несколько разных сборщиков и потом сравнивают их результаты. Стараются выкидывать те континги, которые получились у разных сборщиков разными, и лучше как бы их использовать только в виде отдельных религий, потому что это хороший способ избирать химеризм. Хороший результат сборки следующее, что если вы действительно хорошо угадали какое количество религий вам нужно и целое общество не безумно сложное, то 50-70% религий собрались в континги, это очень хороший результат. Если у вас н-50 для сборки 2-3 тысячи религий, то это вообще супер. Опять-таки не забудьте проверить меры, и сейчас понятно откуда берут схемеры. Понятно, что сборщики стандартные работают на самом деле не с целыми религий, а с камерами. Поэтому если финальный результат, то есть финальный континги, который вы получите после сборки, они на самом деле отмечают тому набору камеров, которые использовались для составления последовательности, а не разуме тому набору религий, которые есть в образцах. И, соответственно, чем больше у вас последовательности разных образцов, тем с большей вероятностью вы соберете что-то уберете. Значит, есть следующее мнение, что чем больше значение k, тем, в принципе, меньше получает схемеров в сборке. Но это и понятно, потому что длиннее последовательности, она более специфичная, меньше случайных клеев. есть разные методы перечисленных электропрограмм, которые позволяют бороться с химерами. Ну, например, для 16 сезонов для тех, как есть, например, поход химера с лея, используются, на самом деле, следующие идеи, что, во-первых, химер в большинстве случаев будет меньше представленности. Потому что понятно, что если вы получаете клея не такие куски, вы потом выровняете на них риды и поймете, что они встречаются очень редко, что это один-два случая. Поэтому, в принципе, как бы нужно со сторонностью относиться к контигму, которые встречаются редко, потому что они часто возобновляют. Но, на самом деле, то же самое и правда для сборки генов. Значит, если, например, что-то, а, если вы работаете в библиотеке обликонов, и вам что-то известно уже о том, как устроен данный образец. То есть вы знаете что-то про его фикс-новидческий состав. То, в принципе, вы можете сравнить все найденные вариантов после сборки фрагментов 16 СЛК с базой референсной 16С и понять, что вот те куски, которые не отличают ничего в бане, скорее всего не правят. Вот, значит, другой подход, это я уже упомянула, что можно использовать несколько сборщиков и объединять их, это значит, делать программу Меганмерш, что вы собираете несколькими сборщиками, дальше сливаете эти сборки, завтра проверяя, что все катики финальные, которые у вас получились, действительно хорошо покрываются. Ну, и, значит, последняя вещь, которую вы можете сделать с вашими усами, это просто, ну, в том числе, эта программа переработает, то вы выравниваете риды на полученную вами сборку и смотрите, что риды ложатся целиком, а не только их фрагменты. Хорошо. Значит, ну, предложим мы собрали, мы собрали последователи, а дальше, как сказать, определить таксономический состав. Как это потенциально можно делать? Значит, если у вас речь идет про библиотеки наш сессор ревосомальная рамка, то обычно то можно поступить следующим образом. Можно либо, соответственно, собрать, попытаться вырухать с собой из куски и понятие взаимодействия, но обычно поступают следующим образом. Просто вы берете все последователи, которые у вас есть, 16 сессорных рамках, и есть две основных референсных базы. Значит, одна называется Silva, другая называется RDP, с которыми вы сравниваете вашу последовательность. И таки могут вам определять токсономический состав. Значит, если речь идет про библиотеки, то это вот то, что рассказывали, можно использовать несколько подходов. Первый подход, что токсономия его определять не за счет всех последовательностей, которые вы сделали, а только за счет последовательности, отвечающей специфичным генам. Ну, там, некоторым специальным генам. То есть, это вот делает программа метафлан и филосим, например, чуть-чуть попозже скажу. Значит, другой подход, что вы на самом деле объединяете риды, которые есть. Понятно, что разные организмы между собой отличаются по целому разным характеристикам. Например, разные бактерии отличаются между собой по ГЦ составу, по частотам использования нуклеотидов, динуклеотидов, тринуклеотидов, тетернуклеотидов и так далее. И, в принципе, зная, то есть, посмотрев там на некоторый набор этих характеристик, вы можете просто разбить все последовательности, которые у вас есть, на некоторые маленькие группы. То есть, группы с похожими свойствами в данном случае будут отвечать, ну, например, одного рода, виду. В зависимости от вывода. Значит, другой подход, который используется широко, это, что вот вы собрали, или, ну, например, собрали образец, а дальше, ну, смотри, это подход, который там, первый приходит в голову. Вы собрали образец, у вас есть последовательность, как найти на что-нибудь похожее. Бласт. Против джинбанка. Ну, это, в общем, есть. Он используется широко. Называется, сейчас, ну, значит, он используется на сервере уже раз. Вот, ну, это, значит, там, такой, очевидный вариант, но, в общем, это и про артефакты. Значит, еще один подход, это, если вы очень хорошо знаете профессионический состав, но, особенно, речь идет действительно про образцы, образцы метагенома человека, потому что их сейчас уже достаточно хорошо изучили. И вы хотите понять, там, что-то специальное, про какой-то специальный случай, то есть, там, не знаю, люди чем-нибудь больные, там, не знаю, специальные, все что угодно. И, в принципе, вы уже знаете, какие бактерии потенциально там могут быть, потому что, там, человечество, ну, нам действительно известно, сейчас много бактерий, которые живут на разных частях частных тела человека. И, вы просто можете вытащить все геномы, отвечающие данным сообществом, и на них отмопировать виды, которые у вас есть. Соответственно, виды, которые уважаются на данный геном, ура, это геном. Ну, то есть, там, мы можем говорить, что это не этот конкретный вид, но, например, это конкретный вид. Вот. в каких-то ситуациях, как работает Давид, и, в принципе, это неплохо. Значит, еще последнее, которое можно применить, это, хорошо, у вас есть геномы, но, на самом деле, из всего этого генома, вы хотите знать подробности только про барабину. И, вы можете попытаться, если у вас геномы с большим покрытием, есть некоторые наполнительные предпосылки, про которые мы поговорим уже в конце, вы можете попытаться собрать геном целиком. Ну, в любом случае, не целиком, но почти целиком. И, там, есть описанные случаи, когда это действительно было сделано. Хорошо. Так, таксоромия. Метод с бластом. Значит, как это устроено? Обычный метод, который применяется, он называется Loast common ancestor, это значит следующее, что, у вас есть последовательность, вы ищите ей против базы, дальше, не знаю, какое-то верхнее количество хитов, которое вы находите в бате, ну, там, вы можете определять этот параметр по-разному. Там, не знаю, что 80% это последовательность, которую вы нашли, тоже, похоже. В общем, это такие стандартные параметры, которые вы обычно используете при поиске постов. Так, значит, вы определяете какой-то спектр хороших хитов, т.е. верхних хитов, вот, значит, выберете как хорошие. А дальше, таксонор, на которые вы приписываете последовательности, это общий предок от всех хороших хитов. Ну, соответственно, понятно, что в случае, если у вас в последовательности есть какие-то, ну, например, мобильные элементы, самоченькие, да, то у них будет, на самом деле, очень много встречаемости, там, в разных бактериях, совершенно разных типов, классов, что угодно, и, соответственно, вы не припишете этому выпуску, там, хороший таксонор. То же самое там. Бывает просто слово комплекции. Вот. Вот. Поэтому этот метод, он не всегда хорош, но если вы ничего не знаете по составу сообщества, т.е. вы не очень хорошо знаете про геномы, или считаете, что бактерии, которые вас интересуют, не на базе данных, то им можно воспользоваться. Но более того, люди им широко пользуются, на самом деле, для самых разных целей, потому что, в принципе, он дает не такие плохие результаты, но, как бы, не очень хорошо. Да, значит, что еще важно, что в такой ситуации, если, например, у вас кусок, на нем почти не находится никаких хитов, ну, в смысле, если у вас есть такой таксон, которому отвечает, например, одна или две последовательности в вашем сообществе, то, скорее всего, это какая-то фигня. Особенно, если вы знаете, что вы глубоко его аттеклинировали. Поэтому такие редкие случаи выкидывать, потому что, понятно, что есть вероятность, что этот цинамик просто профессионально неправильный, потому что этот кусок перенесся из какого-то другого организма, и вы неправильно определили его, его присоединили. Хорошо. Значит, следующее, что у вас тут бывает, тут, значит, все немножко фукашу, но, значит, тут прогресс, еще раз скажем на этом слайде. Один, значит, что у вас есть при бразильке 16-эксомальные РНК, и в них говорят обычно не о видах, а о операционных таксономик юбиц. Вот тут. Значит, что это такое? Точнее, вообще, зачем ты думаешь? А история следующая, что понятно, что каждая последовательность, которую вы достали, на самом деле, там может отличаться от соседей, ну, совсем, ну, чуть-чуть. И вам нужно провести границу между видом, родом и так далее. И, в общем, стандартный порог, который используется для того, чтобы считать, что несколько организмов относятся к одному и тому же виду, это 97% способов последовательности реакциональной РНК. И поэтому все похожие последовательности в которых сходство выше 97%, объединяются вместе. и получать вот эту самую порту, которая, собственно говоря, представляет собой некоторое последовательное 70% полученных условно одного метра. Понятно, что это не совсем точно, но это такой расхожий термин, но он действительно упрощает задачу, особенно в случае, если, например, не использовали метод, который дает какое-то количество ошибок, то тем самым вы спортировали виды, даже если у них были ошибки. то есть удобно. Значит, если речь идет про полное методино, то там нужно использовать немножко другой подход. Там тоже действительно удобно собирать последовательности в какие-то вины, просто из-за следующей фишки, что ридов очень много, последовательности у вас много. и это большое вычислительное время. Поэтому долго бывает в самом районе, например, последовательности в какие-то более мелкие группы, чтобы, например, анализировать по наиболее представленной последовательности группы, просто чтобы облегчить вычислительную задачу. А что такое BIN получается? Концентус? Что? БИН в данном случае это что? БИН, это значит, это просто группа последовательности. Значит, как их можно объединять? Я про это уже немножко сказала, это значит следующее, вы можете название общих физико-химических характеристик, то есть вы можете использовать этот состав, D3, тетернуклеотиды, частоты кодотов, один. Значит, есть несколько программ, которые это делают. Самое распространенное это филопифия, и филопифия, значит, они помимо того, что объединяют последовательности BIN, еще как бы отдельно предполагается, что у вас есть знание о том, как данный метагеномный образец устроен, то есть кто в нем живет, и поэтому вы можете научить, вы можете выбрать какой-то набор геномов, которые будут репрезентативными в том, вы знаете организм, которые там живут. Вы можете взять им геномы и научить филопифию на этой выборке геномов. Какие там должны быть параметры, то есть для какой группы отличать какой будет состав, какие нуклеативные характеристики и так далее. И тогда вы можете потом эту информацию применить и для каждого BIN определить его так самым, просто потому, что он соответствует характеристикам из нас. Значит, хорошо, и вот то, что можно еще использовать частоты встречаемых стеридов. есть программа обладает BIN я, по-моему, ее сегодня написала, но, в общем, она тоже, в том числе, помимо физикемических характеристик, использует еще что-то встречается. Значит, в отдельный поход это децономия геномерка. Значит, вот про ампликоны я уже немножко рассказала, про то, что вы берете все риды, которые у вас получились и просто выравниваете их на вас. То есть, официально написано название вашей, если вам когда-то это понравится, понадобится, чтобы вы сможете их найти. Значит, если речь идет про полный метагеном, то, значит, можно использовать два подхода. один подход используется в программе Мегафлан, он, значит, строится таким образом, что они провели анализ достаточно большого количества известных бактериальных геномов, и определили такие гены, которые встречаются в определенных циномических планах. только. Соответственно, по тому, если в вашем образце изучаемые гены, вы сможете определить токсономическую плану, да? Ну, то есть, вы можете определить, что этот организм есть в вашем рамках гены. Другой подход, это что можно выбрать набор универсальных однокопийных генов. Ну, там, в первую очередь речь идет, например, про гены рибосомы. И дальше вы знаете, то есть, вы можете построить выравнивание всех таких генов для известных генов. Соответственно, вы знаете, у вас и построить основание однокопийных генов к этому дереву. Соответственно, вы представляете в целом, как ведет себя последовательность рибосомальных генов на дереве. А дальше вы ищете все вот эти однокопийные гены в вашем метогеноме, и, соответственно, куда есть понятное, что это похоже больше всего. То есть, просто приписываете найденные гены в метогеноме к этому дереву. Я не знаю, понятно, понятно? все понятно? Все мы не поняли. Могу еще раз? Надо еще раз? Нет? Надо. Хорошо. Значит, давайте переходим. Хорошо. У вас есть база. У меня есть там, не знаю, 30 генов. Какие? Вы для каждого из этих генов строите бараку. Значит, откуда вы берете последователь? Последователь вы берете из известных геномов. Соответственно, вы получили, вы знаете, что здесь для каждого генома вы знаете его таксономию. Соответственно, на выходе у вас есть выравнивание, вы знаете, на самом деле какие замены происходят в каждой позиции в зависимости от того, в какой группе, из какой таксономической группы данные поставили сюда. в целом. Дальше вы ищете эти гены консервативные. Это важно. Поэтому вы можете дальше найти все виды. Вот у вас метагеном, где он там куча-куча последовательных генов. Вы ищете в метагеноме все последовательности, которые похожи вот на эти гены. И просто их выравниваете. И поэтому откуда эти цены. Понятно? Так понятно. Это именно анагалиотитные последовательности. Да, да. Ну, речь обычно идет про анагалиотитные последовательности. Потому что духовые скорее всего в этот момент вы еще не знаете. Да, про анагалиотитные. Потому что рибосомальные гены не очень быстро эволюционируют. Поэтому это неплохой вариант. Хорошо. И дальше. А, значит, и подход, по которому я уже говорил, что если вы много чего знаете про состав, то вы можете выравнивать литвесные геномы. Значит, там не из-за таких популярных украшательных сделанных генометов, можно это сделать условно-гручную, использовать стандартные программы, с которыми вы уже работали, но наверняка. Работали с бунтай. Ну, и там в тот момент, когда статья про программу геномета вышла, они показали, что их метод вот он здесь синий висовывает. Что он сильно лучше приписывает для хорошозвучного сообщества таксономию, чем метод, основанный на сравнении с базой данных при помощи глаз. Потому что... Ну, просто потому что не... Хорошо. Так. Значит, обычно, по-моему, вы хотите сказать не просто кто же его должен выбрасывать, но и сколько сколько организмов... Сколько каждого из данных организмов. Значит, в норме это считают просто группы. То есть, вы нашли какую-то таксономическую группу, дальше считаете О, там она предсамена 10 методов. Дальше, значит, берем все религи, которые мы смогли предписать таксономию и... Ура! У нас есть соотношение предсаменности. То есть, работаем мы все время с ридами, а не с контигами. Значит, нет, мы работаем с... То есть, мы можем работать с контигами, но про контиги нужно понимать, насколько рид на них ловится, потому что иначе ты не сможешь оценить предсаменность. Потому что, в общем, обычно, когда работаешь, риды у тебя одинаково длины. Ну, того слову. Да, а контиги все-таки очень сильно отличаются. Поэтому, когда один раз посчитали живущий контиг, состоящий, там, из тысячи человек, и еще чуть-чуть покрытый, конечно, получше неправильность отношений. Ну, контиги это хорошо, но просто контиги нужны немножко для того, чтобы потом работать с функциями, а не для того, чтобы определять таксономические отношения. Вот, значит, в хорошем случае, если вы знаете про состав сообщества, хоть что-то, то, ну, вообще, естественно, как можно, что нужно нормировать один геном, потому что это понятно, что, например, бывает геномы 2 мегамаза, а бывает 6. Разница в 3 раза, соответственно, понятно, что за счет этого вы можете в 3 раза получить разницу в до представленности дендороги. А берем мы их откуда? По тому, что мы знаем от акциномической группы, в которой мы производим? Ну, значит, в случае, когда просто самая распространенная медицинская работа, это метагеномы, это метагеномы кишечника, или метагеномы из этих частей человека. И про них, конечно, уже очень много чего есть, поэтому мы знаем, на самом деле, практически в ближайших рост. Более того, для крупных групп, для каких-то, в общем, разброс геномов немножко может отличаться. То есть, по-хорошему, если есть такая возможность, лучше учесть, просто если ты считаешь, что вот это там, бактерия из этого рода, то можно взять средний размер. Вот. Но можно, в принципе, просто посчитать блидок, если ты уверен, что у тебя там разброс одинаков. Это просто зависит от того, насколько ты хочешь быть аккуратен. в этом, в этом, в этом, собственно говоря, программ себе будет. Окей. В общем, если есть, лучше отрабежать. Хорошо. Как проверить, что то, что мы там показали, это на самом деле, действительно, мы полностью описали сообщество. Значит, есть такой параметр, это называется приватное сечение. Как он устроен? У вас есть общая библиотека, соответственно, ридов. Вы прописали там каждому риду или каждую последовательность в этой библиотеке таксономию. А дальше, соответственно, вы можете в этой библиотеке брать случайные подвыборки ридов разного размера. Соответственно, вы можете сдать сначала два, потом сто, потом тысячу и так далее, и посмотреть, сколько из этих ридов, то есть, сколько в каждом из этих подвыборок будет разных ридов. Соответственно, если вы в какой-то возрасте правильная кривая течение устроен так, что в какой-то момент у вас оно должно выйти практически на год, потому что вы берете больше ридов, по количеству ридов поставите больше ридов. Если этого не происходит, то это значит, что вы на самом деле недостаточно полно отсеквенировали свое сообщество. Потому что вы все время добавляете ридов, а вершине видов, кто растет. Знаете, что? Соответственно, это пример хороший, вот этот пример хороший, а тут пример не очень хороший. хорошо. Так. Дальше. Есть такие параметры, я просто проникю чуть-чуть, если вам податная скорость, может это еще раз решать. Это оценка разнообразия. Значит, вообще на самом деле мы можем сравнивать два образца и говорить о, в этом живет 100 видов, в этом 500. Вот они по одному разу. Но на самом деле вы хотите помимо какого максимального количества видов, которые вы можете попросить создать и учитывать еще и представность карты. И тут есть несколько примеров. Значит, первое место, то, что вы хотите оценить, это вы хотите оценить насколько, сколько реально в образце видов. Потому что вы пронаблюдаете, что у вас там 220 видов, то есть вы смогли определить состав для 220, что вы смогли определить, что в вашем образце есть 220 разных видов бактерий. Но вы не знаете, правда ли их только 220, или может быть больше. И есть некоторые метрики, которые позволяют это определить. Самая популярная из них такая, самая распространенная, это индекс Чао, который, значит, делает следующее, что хорошо. Значит, он куплен сверху, что у вас есть вот это вот количество видов, которые вы смогли определить, и вы к нему добавляете количество таких таксономических нескольких представленных только одним видом, и делите на количество, которое представлено двумя видами. И, соответственно, число, которое у вас получаете, оно будет чуть-чуть больше, чем, ну, соответственно, в случае, если у вас хорошо секвенированное сообщество, то это число будет чуть-чуть больше, чем то, что вы на самом деле наблюдаете. то есть просто вы смотрите, какой вклад определяется за счет своего клуба. Значит, следующие две характеристики, которые пришли из этологии, это значит, вы позволяете определить две следующих причины. Значит, одно это разнообразие вашего образца, второе, насколько равномерные виды в образце распределены. эти, значит, есть их две, они тут написаны, я даже думаю, что про них особо не рассказывать. Ну, просто идея следующая, что если вы определяете этот результат, который вам совершенно удоверсит, значит, если вы определяете начальник удоверсит, то, по идее, чем больше у вас разных видов, тем он будет больше. Также вы можете определить равномерность, и, соответственно, если у вас все виды в процентарном одинаковом количестве, то равномерность будет единица. То есть, что вы можете понимать? 0 от 1. Вот если у вас все эти образцы равномерности, у вас будет единица. Если, например, у вас значение будет 0,2, то это значит, что каких-то штук у вас очень много, а каких-то очень мало. На самом деле, здесь объяснено на картинке, сейчас объясню, что здесь. Это для разных индексов, соответственно, для Шерпинского и Сипсов. Давайте, значит, возьмем 5, 10, 20, ну, такое, воображаемое сообщество, состоящее из 5, 10, 20 или 50. Причем, в этом сообществе 90 процентов по составу будет забывать 1 лид, а оставшиеся все вместе, ну, оставшиеся равномерно оставшиеся 10. Соответственно, мы можем посчитать для них значение индексов. видно, что, значит, вот этот синий, это дайверсити, что чем больше мы берем видов, тем у нас дайверсити растет. Потому что, в этом случае, у нас из 50 видов один преобладает, очень синий, и он влияет на дайверсити. соответственно, равномерность тоже. Здесь, соответственно, наша память. Значит, что мы еще можем делать в таксономии? На самом деле, тут применяется вещь, про которую я вам рассказывал уже Паша Мазин, в лекциях по транскриптовике. То есть, подход применяйте вам то же самое. У вас есть ровно такие же матрицы, как для каждого образца, например, таксономический, у вас каждый таксон, соответствует его представительность. И вы с ним можете работать, в принципе, так и как работать с ресурсом номинатом. То есть, вы можете там, кластеризовать, прикрывать, сделать метод, сделать BCA и так далее. Значит, матрицу расстояния между образцами можно считать, соответственно, несколько новых. То есть, можно считать так, что, вы учитываете итог, что там, в данном образце это вид присутствует или отсутствует. Тогда это будет индекс джакана. Если вы при этом участвуете, если вы при этом еще используете знания о том, насколько это данные виды представлены, то это будет брейк-коруто составлять, почему оба они используются. Соответственно, зная про то, соответственно, построив там, например, такой хитмэп, вы можете из него определить, какие виды встречаются чаще. если у вас есть большой набор одинаковых образцов, то вы можете просто статистически определить, встречаются чаще, как и редко. Хорошо, дальше, спрашиваем мысли, что вы вообще хотите узнать? Во-первых, как бы ваши показатели хотите определить открытые рамки считывания, и дальше эти открытые рамки считывания связать с какими-то определенными функциональными джинсами, то есть понять, зачем вообще эти гены живут. Как можно делать? Во-первых, как можно предсказать генов? Понятно, что такой подход, который, в общем, как бы первый подход был, сделать то же самое, что делали при аннотации бактерий. То есть просто взять и предсказать, где угодно. Ну, в смысле, вот так. Хороший метод. Он действительно хорошо работает. В чем его плюсе? В том, что если у вас в вашем геноме есть какие-то далекие гомологи по сравнению с генами неспозданных, то вы все равно эти гены сможете открыть то, что вы предсказали отрока культурам. Значит, другой подход, который широко используется, потому что в основном все люди работают с человеческими энергогеномами, это мопировать просто риды на геномный Воздан. И те риды, которые ложатся на гены в интересующих нас бактериях, значит, что это риды и соответственно брендж можно мопировать не просто риды, а мопировать транслированные виды против вирусов, искать против долгого Ваза. Значит, ну понятно, здесь нарисовано, что если у вас данная какая-то, с которой мы сравниваем, в ней есть вот такие последовательности. Соответственно, в нашем медикеноме есть вот такие последовательности. Если в нашем медикеноме вот такой последовательности, в котором есть много заметных против вазы, то, скорее всего, помагирование мы ее не найдем. Поэтому в ситуации, если вы знаете, что ваши медикеномы с какого-то специального места, лучше использовать предсказание метод генома. Если ваш медикеном и сильно отличается на связи с вас, то, конечно, можно использовать любой из методов, что там помагирование, не к тому. Ну а транслированные виды, понятно так, что равных двух шесть, это, конечно, хорошо, это действительно можно использовать, но мне кажется, что это используют очень-очень редко, потому что это просто огромное вычислительное время. Хорошо, предсказание генов дано. Это, значит, все хорошо, это действительно широко используется. Проблема следующая, что если у вас очень короткие последовательности, то это, конечно, тяжело, потому что, как представляется открытую рамку считывания, ну, например, гены, но и тысячный датчик, да? Если речь идет в ВВТ, ну, тысячный датчик, да? И дальше ариты, а, например, последовательности, которые вы анализируете, у вас сами полторы тысячи, то в лучшем случае у вас в эту последовательность, ну, в эту последовательность будет приедут. И это достаточно сложно, поэтому если у вас длинные последовательности, то, конечно, генов предсказания много, но и много. В принципе, такая вещь, что разные агариты дают разные результаты, поэтому хорошо бы использовать несколько и просто сравнить результаты. Ну, и потом, есть некоторое наблюдение, что если вы работаете с короткими ридами, то, скорее всего, все агариты, которые вы будете использовать, будут чуть-чуть хуже на концах последовательности предсказывать гены, просто потому что они там обрабатываются. Специально для предсказания ген как геномок существуют программы, которые я только что посадил напомню, после этого не сказала, и они отличаются от обычных предсказалов, открытых грамм, и тем, что они способны работать в ситуации, когда нет либо стопа, либо старта, что, хорошо, позволяет предсказания не совсем полной и легко достигнуть. Хорошо, значит, что делать дальше с функцией? Ну, с функцией, на самом деле, делают то же самое, что делают во многих других областях, поэтому я даже не верю, что происходит. Рассказать вам подробно. Просто, если вы хотите узнать, какие гены отвечают за какие функции. Ну, скорее всего, в самой простой ситуации вы будете бластовать против вас давно, да? Разных. Соответственно, основные воздатки, которыми люди пользуются там, не только в этой геновке, но и где-то еще. Это кластер Артолуис-Джинс или его разновидности ГНОК, которая хранит, соответственно, в записи о разных генах, разных классов картологичных генов с привязанными к их функциям. Причем эта классификация иерархическая. То есть помимо того, что есть отдельные функции, есть еще объединяющие общие функции. Например, есть ген, не знаю, какой-нибудь фермент СИНС, какой-нибудь аминь кислоты, и общая ген, что он относится к классу генов, отвечающих за СИНС и РИНС. Это удобно. Дальше есть, понятно, КЕК, которым люди пользуются, несмотря на то, что он не очень обновляется. Это база датокополических путей. Она хороша, тем, что вы можете не просто говорить про какие-то кластеры и отдельные функции, но еще как бы положить вашу генов на артолистику. Есть СИД, который что-то среднее между КЕКом и КОК. Он, на самом деле, не очень популярен, но почему я про него здесь вспоминаю? Значит, нет, ну как бы люди пользуются, почему я про него здесь вспоминаю? Потому что с большой вероятностью, если вы вдруг будете работать с геномом, вы столкнетесь с базой МЖРАС, и она в качестве основных предсказалах использовать СИД, и поэтому мы здесь. Значит, ну а идея на такая вещь, которой тоже люди работают, это мета-ЦИД, это курируемые метаболические пути. То есть это реально люди там вкладывают записи, о том, какие эфикенды действительно были проверены, показывают, что они на их организме работают и так далее. В принципе, она хороша, если хотите работать с каким-то контрактом, вы больше всего будете делать. Значит, как искать? Вот у вас есть база, значит, одна, какая-нибудь, ну, это FAM, FAM, это доменная база данных, просто она хранит выравнивание разных доменов, разных функциональных доменов и разных организмов. Ну, соответственно, понятно. в каких случаях практически полных долгов есть, если вы какие-то доняты. Соответственно, как искать? Есть один подход, вот в случае FAM, который хранит выравнивание, это поиск при помощи матрицы, то есть при помощи этого. нет ничего. И просто вы ищите ваши последовательности против набора матриц. Этот метод крут тем, что он достаточно чувствительный, потому что матрица, понятно, чувствительнее, чем просто одна последовательность. Ну, это более хороший результат, чем просто одна последовательность. Ну, и, соответственно, стандартный вариант, который вы используете для всех остальных, у вас это просто классный. Ну, или там какая-нибудь его раздавительность. Ну, в общем, классный. А почему Keg не нравится? Нет, мне Keg не нравится, он, как бы, Keg хороший, но просто пора он в том, что его достаточно давно не обновляли, а потом еще в Keg очень большие пути металлические. То есть, например, если вы работаете с какими-то конкретными или большими путями, там, например, путинцы какой-то конкретный аминокислоты. Если вы, например, возьмете его из метацид, то там будет, например, 6-7 стадий. Это удобно. Ну, это такая вещь, с которой нужно работать, потому что вас интересует именно, как она синтезируется там. И с предшествием мы... А если вы возьмете такой же грудь, там, синтез той же аминокислоты из Keg, то, скорее всего, в него будет ввязано, там, 50-60 разных сопроводительных краях. Что, конечно, не всегда удобно. То есть, понимаете, что Keg пользуется широко, но просто для многих задач, чтобы не всегда удобно. Хорошо. Что можно делать с функциями? С функциями, на самом деле, можно делать то же самое, что делать в таксономии, то же самое, что вы уже обсуждали как-то в инспекторе. То есть, можно их конкурировать ровно по такому же принципу и смотреть, насколько образцы между собой похожи по функции. Ну, соответственно, можно смотреть по каким-то крупному метаболическому классу, которые тут представлены на верхней картинке. Здесь, между собой, вопрос следующий. Это статья про интеративы кишечника человека. И люди решили посмотреть следующее, что вот у нас есть кишечник, а какие функции, какие мелкие, там, ну, грубо говоря. У них получилось, что наиболее представленная функция во всем, значит, в геноме – это гицидинки, наверное, да. Они просто, наверное, как они убивают, а дальше на самую представленную функцию посмотрели в то, у кого эти гены есть. То есть, соответственно, это круговая вещь. То есть, у них там получился достаточно интересный результат, что есть представленные функции, но при этом они их выполняют, достаточно редкий организм. Ну, что, в принципе, круто. Это как бы фрукты представлены. Сумма с этой гены. Значит, можно сделать какие-то более сложные вещи, значит, понять, что это зависит от того, какая у вас задача. Есть руки тут на нижней картинке. Это такая достаточно хорошая штука. Идея была следующая, что люди захотели узнать следующее. Ну, хорошо, мы знаем, во-первых, там, про какие-то, мы знаем уже каких-то метагеномов, у нас есть достаточно большой набор метагеномов, и из них мы можем, по идее, определить потенциономии, какие организмы с какими встречаются чаще, а какие каких избегают. Потому что, понятно, вы просто можете посмотреть, что вот у вас есть, особенно большая группа метагеномов, что если есть организма, то организма В нет. Если у вас много метагеномов, то понятно, что чем реже они встречаются вместе, тем больше верят себя друг друга избегают. И мы можем попытаться это объяснить при помощи метаболизма. То есть, что, скорее всего, организм А и В встречаются вместе, или редко встречаются вместе, потому что у них одинаковый просто метаболит, на котором они живут. Поэтому они за другую группу курили. Соответственно, если организм часто встречается вместе, то, скорее всего, они друг друга или друг друга. Ну, и люди, как говорят, посчитали. Они взяли лучших геномов, и, значит, определили из них встречаемость, а дальше взяли полные геномы, ну, какие-то похожие, отвечающие изучаемым геномам. И из них просто взяли целиком метаболическую реконструкцию, вот как раз на основании КЕК. И дальше, ну, здесь на картинке показывается следующее, что организмы, которые чаще встречаются вместе, друг друга дополняют. То есть, не получилось, когда они реконструируют метаболизм, но не получилось, что организмы, которые часто встречаются вместе, друг друга дополняют. То есть, это значит, что они не подружат, это сложно, это хороший организм. Значит, дальше есть такая проблема с функциями. Это такая несанкционерная статья. Значит, когда вы говорите про конструктуру, то Паша совершенно много рассказывал, что нужно нормировать, и вообще, что там есть РПКМ, что обязательно нужно нормировать на разные увеличения. В метагеномике, на самом деле, таких других походов не применяется. И недавно придумали величину, которая как бы помогала бы выравнивать функции похожие. Значит, проблема следующая. У вас в образце, вы хотите наборы образцов. И в образце, а, у вас, например, преобладает какая-то одна специфическая группа, а в образце вы другая. И причем эти два образца, то есть, как бы, группа, которая преобладает в первом образце, известно, что они геномы, которые два раз длинные. А, соответственно, если у вас длинный геном, то представленность каждого конкретного гена будет чуть-чуть ниже. Ну, потому что, понятно, вы разбиваете там случайным образом всю ДНК на кусочки. Соответственно, по идее, для длинных геномов представленность каждого конкретного гена будет чуть-чуть ниже. Поэтому вам бы хорошо на это отнормировать. Поэтому, в принципе, придумали такую величину, как средний, средний размер генома образца. Его можно посчитать некоторым... То есть, вы можете посчитать таким образом, что вы выбираете заветно неизвестные резервативные монокопийные гены и смотрите, сколько их в образце. И понятно, что если они монокопийные, то это... А дальше, соответственно, просто представленность этих монокопийных генов умножаете на расчетные длинные геномы. Ну, то есть, если вы знаете... И тем самым вы получаете некоторую среднюю длину. То есть, например, если у вас в образце много бактероидов, то средняя длина будет больше, потому что бактероидов, там, длина генома 6 кг. А если вы, например, возьмете какие-то холострини, то они сильно короче, у вас там средняя длина генома будет меньше. Вот. И, соответственно, мы придумали такую характеристику, что это почти то же самое с трех ПКМ, только мы делим здесь на геномный эквивалент. Геномный эквивалент – это размер библиотеки, просто разделённый на средний размер генома. И, соответственно, мы просто показали следующую вещь, что мы взяли из большого проекта генома человека похожие образцы генома кишечника, скажем так. И, значит, посмотрели обычные методы, не учитывающие просто количество характеровых видов, и оказалось, что по каким-то важным функциям, которые заведуют, ну, консервативным функциям, которые заведуют, должны быть одинаковыми, насколько просто, есть достаточно большой разброс. А если провести с такой номером, то разброс значительно меньше, что хорошо. На самом деле, я больше нигде покорирую, что это можно использовать, но... Хорошо, значит, а репострукция полных геномов? Значит, да. Метогеномные геномы можно использовать как субфиксы полных геномов. Как это делать? И, собственно говоря, такие случаи описаны там для разных морских бактерий, которые они смогут усиливать. Можно при помощи, например, уже упоминавшейся филопифии или тетры развить всю вашу библиотеку на вот эти бины по составу, а дальше просто все эти, попавшиеся в один бин, попытаться собрать. И если у вас на старшее большое покрытие, то, в принципе, реально, соберете действительно, там, неплохо соберете геном целиком. Для вида, который вы, на самом деле, не умеете усиливать. Что прикольно, потому что вы можете потом излучить свой метаболизм. Ну, просто нужно знать, что такое существует. Это там не то, чтобы очень широко используется, но и на то ли где-то. Так, значит, еще одна вещь это, что мы, пока говорили про функции, мы говорили все время про функции в виде генов. То есть, и неизвестно, какие гены реально из... Такие гены реально работают. А хотела бы посчитать, что раз гены есть, то, скорее всего, они работают. И как можно было бы проверить? Ну, вот этот, как мы уже поговорили про это, статья, значит, была про то, как в Мексиканском заливе утонул танк. И там, значит, люди решили посмотреть, что происходит с бактериями после того, как танк втонул. Ну, и, соответственно, смотрели на гены утилизации органики, чтобы вообще не трудно догадаться, почему. И, значит, смотрели метагеном и смотрели метатранскриптов. Значит, на черные полосочки не смотрите, черные полосочки — это про то, что было до того, как танк втонул. Значит, вот, а синие и красные — это одно и то же, только в первом случае посмотрели на метагеноме, а второе — метатранскриптов. И видно, что эти данные не то чтобы соответствуют, но все-таки соответствуют. Что, на самом деле, плохой результат? И, в общем, говорит о том, что, как бы, использование такого функционального подхода, оно не совсем не может. А, действительно, некий полосу отражает реальную картину солнечного. Ну, дальше? А, прекрасно. Значит, ну, хорошо, там, по любению, вы обсудите все детали. Но, на самом деле, скорее всего, много из того, что я вам рассказала, вам никогда не придется делать хорошую. Потому что есть уже сейчас достаточно много разных подходов, которые позволяют этот процесс астантизировать. Просто вы будете использовать готовое решение, но просто нужно понимать, что происходит у них внутрь. Вот. Значит, самый распространенный — это NGRAS. Он прикрасит тем, что нужно просто взять все лины, которые у вас есть, загрузить все внутрь, нажать на кнопку, а дальше у вас будет красиво готово. Ну, может, и девочек красиво. Ну, значит, проблема следующая, что, на самом деле, лучше всего он подходит для анализа. Потому что иначе он не может никак учесть представленность. И поэтому, в общем, туда нужно закроить на кнопку. Другое решение, оно требует чуть больше усилий — это MEGAN. Нам нужно скачать программу, на вход и подать ваши бласты, которые вы прогнали против вашего образца. И тогда, собственно говоря, MEGAN проведет весь последующий анализ. То есть, все разборы бласты соотношения мира. Скорее всего, сделают больше, чем вам может пригодиться. Значит, есть Windows, с которым, честно говоря, я никогда не работала. По-моему, люди вообще повторяют. Он, на самом деле, приспособлен только для анализа ампликонов. Есть, значит, WebMGA и MedAmos, которые сейчас активно развиваются, и, в принципе, делают, в общем, то же самое, что делают там же раз, но только немного другим нет. Значит, есть еще AMGF, который тоже занимается адаптацией. Он, в основном, приспособлен до адаптаций этих видов образцов, то есть определения конечных составов, но, как бы, не для последующего анализа. Проблема вся в том, что туда сейчас, по-моему, нельзя загружать свои образцы. Но, в большом случае, оттуда можно доставать какие-то аннотации, которые вам могут пригодиться в последующем. Ну, пригодится для вашего аннота. Значит, есть, самый большой, что есть, это такой самый большой, как не новый проект, который сейчас есть, это HumanMetageNoProject, он очень большой. Там будто из разных частей тела собрали сотни образцов и консиквенировали. Ну, поскольку вообще это такая метабиномия, в целом, я еще стоял. То есть, они, в основном, стоят стандартные для анализа. Значит, их стандартные для анализа, это вот, прямо уже близлежащие моменты. Ими тоже могут пользоваться, но они лучше всего заточены, конечно, для метабиномов, про которые новую ручку известны. Ну, и есть некоторые пакеты АРС, которые вам могут где-то пригодиться. Ну, в общем, скорее всего, если вы будете работать как-то уже много, вы будете видеть. Хорошо, значит, откуда взять данные? Это просто можно понимать, потому что в таких ситуациях, например, есть куча метабиномов, и вы не проанализируете бактерии, а вы, например, хотите найти что-нибудь про вирусы. Мало. И, соответственно, вы можете скачать все исходные линии. И об этом, значит, нужно не забывать. То есть, в смысле, можно их сказать. Значит, понятно. Человеческие геномы, это вот этот HumanMetageNoProject, на самом деле свои данные, он хранит в разных листах, то есть, ссылки, которые здесь указывают, там просто есть некоторые описания образцов, и некоторые ссылки на данные, которые они нужны. Но не все. Значит, часть анализа этих образцов, можно посмотреть в IMG-Igpm, то есть IMG, HumanMetageNoProject, MethodageNoProject. Значит, и часть еще можно скачать из МСБИ, и просто использовать какие-то ситуации. Значит, отдельно есть Metahit, это проект тоже по анализу кишечных геномов у человека, был такой европейский проект, он закрылся в 2012 году, но их данные все равно доступны, вы можете их использовать. Потом, значит, дальше люди пользуются, вот, вот, там уже разные струб пайплайны, и, на самом деле, помимо того, что они их анализируют, в том, что в МСБИ, в МСБИ, в МСБИ, в МСБИ, в МСБИ, там есть очень много разных кишечных геномов, для анализа, из которых вы часто можете скачать исходный вид, который туда загрузить, по-другому переанализировать, или, например, сравнить с какими-то вашими образцами. Если вы пользуетесь МЖРАСКОМ, то вы сможете сравнить свои образцы, проанализированные МЖРАСКОМ, с чужими, и, в принципе, получить относительно сопоставимый язык. Хотя я не советую, да? Значит, есть, раньше такой большой проект камеры, который закрылся, но все его данные хранятся теперь в базе под названием iMicro, в том числе, она хранится данные первых, полученных в МВИ, 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 ну, отдельно, соответственно, есть библиотека коротких последовательностей на себя, которая важная вещь, на самом деле, она хранит лучше всяких вещей, которые вам могут пригодиться, если вы будете работать с какими-то разными данными, он просто полезен, или не стоит. Так, это общая картинка, просто на всякий случай пройдемся к тому, что можно делать. Хорошо, если у вас есть следующий вопрос, кто же, тоже в этом вопрос, то вы делаете обликот. Если вы хотите знать, что они делают, или что они могут делать, то вы делаете полный, полный метод. Если вы хотите, понятно, знать больше про ГЭДы, то вы делаете еще 30 секунд. Значит, важно для всех методов это при процессе ингредиентов. Но это то, о чем вы говорите, что просто шумов много, поэтому даты не забывать и фильтровать. Значит, если вы работаете с амблеконами, то полученные вами последовательности нужно кластеризовать в ОТУЗ, значит, потому что это облегчается на работу и позволяет им предсказывать им. Соответственно, если работать с полными методогеномами, то их тоже можно запирать, ну, не всегда это это, но можно, для того, чтобы просто облегчить вещественные условия. Ну и дальше, соответственно, вы хотите их проаннотировать и посчитать между ними разные ну, то, от сколько они друг от друга отличаются. Метки, которые вы используете для отличий, на самом деле, ровно те же самые метки, которые вам Паша сказал. Вот, соответственно, слова, которые я и сказала, есть альфа-дайверсит и бета-дайверсит. Альфа-дайверсит это разнообразие три образца, бета-дайверсит это разнообразие между образцами. Это такие вещи, которые часто говорят, и там почему-то не всегда объясняют. А, вот. Соответственно, если у вас есть полный геномальный конскриптон, то вы находитесь в нем функции разными метками и дальше не работают. Ну, собственно, это все, и немножко продаваемое задание значит, его нужно сделать за одну неделю, на этот раз, поэтому у него нет практической части. Потому что если работать с реальными геномами, это совершенно... я уже много раз добавила большой объем данных, поэтому просто это тяжело реально организовать, потому что кто-то это сделал и у всех очень мастер-ген. То там в этом дорожном задании есть несколько вопросов. Они не то, чтобы всегда очевидно содержат правильный ответ, поэтому там каждому ответу я прошу вас, чтобы вы объяснили, как вы к этому ответу пришли. на то, что вы сделали, на самом деле, мне кажется, максимально может быть полчаса, на самом деле всего лучше. Просто постарайтесь сделать это быстрее, если можете, очень быстро. Если у вас есть вопросы, какие-нибудь, просто давайте.